Продолжение следует... Итак, тема объявлена. Щитовидная железа. На самом деле, этой железы-то всего... Она маленькая, несколько грамм. А все зависит от нее. У вас повышенная утовляемость, сонливость, вы разбиты, у вас отекают ноги, у вас нет настроения, у вас выпадают волосы. Что это? Заболевание щитовидной железы. Наоборот. Вы не можете заснуть, вас все раздражает, вы худеете, вы не переносите жару, у вас сердцебиение. Что это? Заболевание щитовидной железы. И так далее, и так далее. Дело в том, что гормоны щитовидной железы, то, что она вырабатывает, они определяют наш основной обмен, так называемый. То есть скорость метаболизма всех наших процессов, которые происходят в организме. Причем не обязательно при нагрузке вы можете сидеть, и даже когда мы сидим, спим, все равно процессы вокруг нас идут, энергия вырабатывается, тратится, сгорает. И как она вырабатывается, как она тратится, определяет именно гормоны щитовидной железы. Самый главный гормон, их не будет, ну и нас не будет. Это несовместимо с жизнью. Но проблема в том, что это заболевание очень распространено и как бы скрыто. Очень часто мы видим пациентов, которые приходят уже, походя лет 10 по врачам, и у них диагноз вегетисосудистая дистония, железодефицитная анемия, астеноневротический синдром и так далее, и так далее, и так далее. А на самом деле за этим стоят скрытые проблемы с щитовидной железой. Я хочу сказать сразу, чтобы вы понимали, вы идете к доктору и просите у него проверить вашу щитовидную железу. Куда вас посылает доктор? Кто ходил проверять щитовидную железу? Ходили? Куда вас доктор сначала посылал? На УЗИ. Вас? На УЗИ. Вас? Я точно не скажу сцентографией, но и потом... Понятно. Вот вы слышите, вначале посылают на УЗИ. Это ошибка. Этого делать не надо. И во всяком случае, если уж вы делаете УЗИ, это не может быть без гормонов щитовидной железы. Вначале определяется гормон щитовидной железы. Запомните это. Потому что мы пропускаем, мы идем на ультразвук, там всегда находят какой-то узел, и вы начинаете дальше борьбу бессмысленную якобы с раком, не понимая, что за этим могут стоять снижения функции щитовидной железы или в любом случае ее нарушения. Поэтому очень важно, если вам проверяют щитовидную железу, вы начинаете с гормонов. Ну что, я думаю, теперь посмотрим на вопросы. Как часто нужно проверять уровень гормонов щитовидной железы? Хороший вопрос. На самом деле, общего правила для всех врачей рекомендации нет. Эндокринологи говорят, что женщинам, начиная с 35 лет, каждой женщине нужно ежегодно проверять уровень гормона ТТГ, то есть териотропного гормона. А другие говорят, что это излишне часто, и надо не трогать женщину нормальную, а проверять уже при наличии симптомов, о которых я говорил, с которых я начал, и потом уже, обнаружив проблему, перепроверять через год при условии, что вы не лечитесь. Начали лечение через 6 недель. А так раз в год, начиная с 35 лет, либо если у вас есть симптомы. Узлы щитовидной железы всегда перерастают в рак. Узлы щитовидной железы есть у каждого второго, то есть статистика показывает, что это от 43 до 47% людей, мужчин и женщин. На самом деле, около 5% узлов щитовидной железы могут перерастать в рак. 5%. 95% это доброкачественные. Но это было еще недавно, потому что на самом деле рак щитовидной железы среди 5 ее разновидностей, в основном за исключение двух, очень доброкачественные. Сложно говорить про рак доброкачественный, но если мы берем популярный рак щитовидной железы, то люди, как правило, от него не умирают. И это настолько распространено, определенные клетки, которые мы видим, что недавно съезд эндокринологов говорит, давайте мы исключим его вообще из списка онкологии. Он никогда не метастизирует, от него люди не умирают. Поэтому давайте уберем с него этот страшный клеймой рак, и мы сразу выведем из-под угрозы депрессии тысячи и десятки тысяч людей. Но я просто к тому, что даже если вот эти 5% перерастают, в большинстве своем это достаточно благоприятное текущее заболевание. Какие продукты полезны для здоровья щитовидной железы? Ну это вы, наверное, догадаетесь сами, да? Правильно. Взгляд нашей пациентки, она кивнула на йод, продукты, богатые йодом. Да, конечно, я сейчас вам скажу про водоросли, про морскую капусту, кто из Советского Союза прекрасно помнит эти консервы, которые я есть не мог почему-то, хотя сегодня ничего, ем и ничего. А морепродукты, рыба, креветки, казалось бы, да, хорошо. Но понимаете, кто ест креветки? Что у нас креветки? В реке они водятся, но мы можем купить. Но они уже выварены, и вообще в них что осталось, я думаю, там ничего не осталось. На самом деле необходимо йодирование продуктов. На самом деле следить, сколько у вас йода, это не ваше дело. На самом деле этим должны заниматься организаторы здравоохранения. На самом деле мы одна из немногих стран, где нет обязательного йодирования соли. Вот основной источник йода. Вы не можете нигде за рубежом купить соль без йода. Она вся 100% йодируется. Поэтому хочешь, не хочешь, а свою дозу йода ты получаешь. Также обогащают воду йодом, и когда ей поливают овощи, фрукты, вот этой микродозой йода они поступают. Поэтому, когда мы говорим, что полезно для щитовидной железы, полезно, чтобы была правильная организация здравоохранения в стране, правильно расставленные акценты, и йодирование соли и других продуктов является обязательным. Только так. Это дело государственное, общее, а не ваше индивидуальное. Но есть продукты, которые приносят вред щитовидной железе. Это капуста. Обычная капуста, цветная капуста и так далее. Это прекрасно во всех отношениях. Доказано, имеет противораковые действия. Мы говорим, для профилактики этого лечения онкологии, больше капуста, цветной капусты, брокколи. Но щитовидную железу функцию приглушает. То же самое относится к бобовым, и, в частности, к сои. Вот все это соевое молоко, сои, бобовые. Прекрасно во всех отношениях к пищевой продукт, но функцию щитовидной железы он понижает. А и так у нас достаточно людей с этой пониженной функцией. А сейчас мы ненадолго прервемся, а потом вернемся к нашему разговору. И мы продолжаем нашу программу. Что у нас дальше? Нужно ли для профилактики самостоятельно принимать препараты йода? Вот обратите внимание на этот вопрос. Ведь если бы вы подошли и спросили у доктора, у эндокринолога, вы не приходите и не спрашиваете. Вы включаете телевизор, смотрите куда-то, а там написано, что-то такое для здоровья незаменим. Кто из вас видит рекламу препаратов йода? Вот. А кто из вас принимает это? Слушайте, слушайте. А мы, оказывается, ничего. Вот мы привыкли выживать. Нам говорят одно, другое, третье. А Васька слушает и думает, не, молодец. Ну, а вы жертва рекламы. Принимаете? Принимаю. Вы принимаете препараты йода. Вам посоветовал врач? Да. То есть вы не сами? Нет. А на каком основании он вам посоветовал? Ну, я сдавала вот ТТГ. Ага. И? Чуть-чуть было, ну, повыше, но не помню. Повыше на ТТГ? А на сколько вы не помните? Ну, сколько? Четыре, пять, десять? Не могу вам сказать. Понятно. На самом деле... Здравствуйте. Да на самом деле это и это огромная проблема. На самом деле щитовидная железа, проблемы распространены очень широко. На самом деле, спекулируя на том, что это распространено очень широко, люди начинают проталкивать препараты, содержащие йод. Макродозы йода. Запомните. Макродозы йода вредны для щитовидной железы. Макродозы йода вызывают тиреидит. Вот я это вижу постоянно в больнице у себя. Почему? Ну, сердечный приступ. Или, допустим, у человека подозреваем опухоль. Мы его направляем либо на ангиографию, либо направляем на томографию с контрастом. Что мы делаем? Мы вводим определенное количество контраста. Что такое контраст? Это жидкость, содержащая большое количество йода. Нет контраста без йода, к сожалению. Поэтому аллергия на йод часто препятствует. Так вот, после того, как мы вводим контраст, где много йода, у человека повышается температура, ему начинается больно глотать. У него все анализы начинают идти наперекосяк. Он получает подострый тиреидит. И, к сожалению, мы с этим сталкиваемся, и мы это видим каждый день. То же самое лекарство. Допустим, такое популярное лекарство для лечения ритмии, скорая помощь. Все, у кого мерцательная ритмия, так или иначе принимают препарат амиадарон. Вы принимаете это лекарство, и что вы имеете взамен? Вы имеете в виду проблемы с щитовидной железой часто пожизненно. Потому что проблемы, вызванные лекарством, амиадарон, он может как повышать функцию, так и убивать функцию щитовидной железы. Поэтому самостоятельно вы не принимаете. Кому надо принимать препараты йода в обязательном порядке? Это беременные женщины и кормящие матери. Вот из тех немногих микроэлементов и витаминов, которые надо принимать беременным женщинам, йод входит. Там есть определенная доза, которую вы принимаете во время беременности и во время кормления грудью. Все, точка. Во всех остальных случаях вот у вас высокий ТТГ. Чтобы было понятно, низкий, высокий, в этом все путаются. Потому что механизм гормонов какие? Есть гормоны щитовидной железы. Вот щитовидная железа. Она вырабатывает гормон Т3, который потом переходит в гормон Т4. Вот гормон щитовидной железы. И он либо повышенный, либо пониженный. Но она не сама по себе живет. Это шея. Но вот у человека есть голова, два уха. И вот тут в голове есть гипофиз, который регулирует работу щитовидной железы. Ну, а дальше понятно. Если гормон щитовидной железы, Т3, Т4, его много, то как она скажет, что надо прекратить выработать, сколько много? Вот этот гормон, который называется тиреотропный гормон ТТГ, он начинает понижаться. Ну, потому что мы убираем стимул, мы так потише, потише не вырабатываем. Поэтому если мы видим пониженный ТТГ, это говорит о том, что функция слишком большая. Что мозг в ответ удерживает вот этот регуляторный гормон. Поэтому низкий ТТГ говорит о гиперфункции, о избытках гормонов щитовидной железы. Ровным счетом наоборот, щитовидная железа не вырабатывает эти гормоны, и они падают. И нам нужен кнут. И поэтому ТТГ на этот раз повышается. Он говорит, эй, давай, быстрее, быстрее. Поэтому высокий ТТГ говорит о том, что функция гормонов страдает, что гормоны вырабатываются недостаточно. А что еще плохо? Если гормонов недостаточно, постоянно повышенная ТТГ, вот хлистает вас быстрее, быстрее, щитовидная железа начинает разрастаться. В ней начинают образоваться узлы, она начинает увеличивать массу в ответ на ТТГ. Почему, собственно, мы даем гормоны щитовидной железы, даже если нету иногда симптомов, а есть узлы? Потому что давая гормоны искусственные, мы повышаем до нормы уровень гормонов, и в мозг идет информация, что все хорошо, и ТТГ нормализуется, и тем самым перестает стимулировать выработку и стимулировать рост щитовидной железы. Я понимаю, он очень заумно, но, короче, низкая ТТГ говорит о повышенной функции, высокая ТТГ говорит о пониженной функции. И вы хотели на эту тему что-то спросить. Идите сюда. Да. Добрый день, меня зовут Марина. Я в последнее время, там, несколько месяцев назад почувствовала, что у меня очень сильная утомляемость, просто размазывает меня, просто, как говорится, ничего делать не могу. Я пошла сдала анализы, и вот, собственно говоря, вот... Смотрите, вот у вас нормальные гормоны щитовидной железы и снижены показания ТТГ. По моей логике, говорил обо том, что, может быть, у вас скрытый гипертиреидизм, то есть мы на грани того, что у вас будут повышаться гормоны. Но на самом деле, на самом деле, тут есть маленький нюанс, который не всегда знают доктора. Вот если бы у вас ТТГ был повышен, мы говорили бы о скрытом гипотерриидизме, о скрытой недостаточной работе щитовидной железы. Ага, вот ТТГ повышается, вот, значит, гормоны нормальные, но уже понимаем, что здесь скрыто, что функции начинают угасать. Ага, мы начинаем говорить о том, что если ТТГ поднимется аж до 10, может быть, мы даже вам дадим гормоны, при том, что пока еще гормоны щитовидной железы нормальные, но мы все равно дадим с тем, чтобы ТТГ понизить. И это известная клиническая ситуация. А вот скрытого гипертиреидизма, гипертиреидизма не бывает. Поэтому в данном случае это ни о чем не говорит, ну, кроме, мы можем фантазировать, что проблема гипофиза, которая вырабатывает ряд гормонов, в частности ТТГ, ну, допустим, какая-то проблема с гипофизом, она начинает не вырабатывать, и вот дальше пойдет понижение функции. А какие мои дальше действия? Просто вот как на это обращать внимание, или какие-то, может, другие анализы сдавать? Вы знаете что? Вот есть такое руководство международное, очень подробное, очень хорошее, по лабораторным исследованиям. И обложка у него такая там карикатура, где выходит врач, вот так же перед ним стоит пациент с надеждой, а врач смотрит, и так же и надпись. Ну что, остается только надеяться, что это лабораторная ошибка. Если на умное руководство международное вынесена такая карикатура, это большой такой посыл. Любой доктор знает, что если что-то отличается от нормы, первое, что надо сделать, перепроверить анализ. Вы должны пойти и пересдать анализ. Желательно в другом месте. Из этого исходить. Если, допустим, у вас по-прежнему будет маленький ТТГ, вы попросите проверить еще на гормоны гипофиза. Их семь, по-моему, штук вырабатывается. В частности, гинекологические гормоны, женские, которые стимулируют и так далее. И посмотрите, если они все снижены, следующий степ, это действительно нужно дальше исследовать гипофиз, МРТ, головы и так далее. Но я не думаю, что это в вашем случае. Поделитесь, пожалуйста. Верните ко мне. Голову очень наклоните, чуть-чуть вот так. А ну-ка взблотните. Вы знаете, у вас увеличена щитовидная железа. Я думаю, там в ТТГ, скорее бы я ожидал все-таки повышенной при такой ситуации. То есть обращайтесь к грамотному эндокринологу, он разберется. Что доктор-то говорит? Еще не дошли? Ну, я пока не дошла. Доходите. Спасибо. Если мы возьмем, знаете, как цена-качество, вот на килограмм веса, что наиболее важно для организма, то окажется, что это не сердце, и не мозг, не кишечник, не печень, а, как ни странно, вот эта маленькая-маленькая щитовидная железа, которая управляет всем нашим обменом и настроением, и весом, к состояниям кожи, волос, блеском глаз, вот такая вещь. Не надо об этом забывать. Поэтому, если вам ставят диагноз вегетососудистой дистонии или какой-то анемии, или незнамо чего, вы скажите, доктор, конечно, это все так, а можно мне проверить на гормоны щитовидной железы? Надо быть внимательным к своему здоровью, тогда все у нас будет хорошо. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Субтитры сделал DimaTorzok